Татьяна Салахова Итак, вы припарковались в назначенном месте, машина у вас припаркована и для того, чтобы уплотнить снежный покров, мы должны с вами сделать несколько движений вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад и тогда вы создаете некую колею для того, чтобы в утреннее время вам легко было выехать из парковки. Я отпускаю стекла. Для чего я это делаю, спрашиваете вы в зимнее время? А для того, чтобы просто выровнять температуру в салоне и на улице. Так как у вас было очень много тепла в машине, происходит резкий перепад температуры и тогда утром на лобовом стекле наледь образовывается. Можно, конечно, открывать и двери. Но, как правило, новички не учитывают тот фактор, что у нас сбоку может быть припаркованный автомобиль, дверь может повредить соседний автомобиль. Поэтому, учитывая ветер, который может подуть, в следующий момент мы с вами обязательно должны посмотреть, какая дистанция оставлена у нас между сугробом. Если сугроб есть, конечно. Если автомобиль, не надо смотреть. А если есть сугроб, если вы откнули машину в сугроб, тогда утром выхлопные газы, которые выходят из трубы выхлопной, они попадают в ваш салон, и вы дышите этими газами. Это нехорошо. Следующий момент мы рассмотрим. Мы поднимаем дворники. Дворники поднимаются в том случае, если вы знаете, что будет обилие осадков, будет выпадать снег. Лучше поднять, вы это видели во дворе. Но мы также учитываем то, что у нас находятся пружинки. И если вы будете злоупотреблять вот этим моментом, вот эта пружиночка со временем будет ослабевать. И тогда прижатие дворников к лобовому стеклу будет меньше, и чистить лобовое стекло будет гораздо хуже. И последний момент, который мы должны сейчас с вами рассмотреть. Мы всегда смотрим, есть ли у нас снежный покров между колесом и подкрылком. Если он у нас есть, тогда мы обязательно берем скребок и сбиваем его. Ну вот и все. Я подготовила свой автомобиль, научила вас, закрыла стеклой. Обязательно учитывайте этот момент. Сейчас поставлю машину на сигнализацию, и мы с вами потратили 5 минут своего драгоценного времени для того, чтобы в утреннее время мы сэкономили полчаса. Удачи вам, дорогие автомобилисты!